Какие матчи с ближайшими конкурентами? Плохая игра в нашем исполнении. Можно говорить, что ключевой момент не забитой пенальти. Но это только отговорки. Непонятно, почему команда, не забив пенальти, встали. Так визуально было видно, как будто мы забили этот мяч и стали играть на удержание. Плохо двигались и отдали инициативу. Так что я поздравляю Урал с заслуженной победой. Спасибо. Переходим к вашим вопросам. Просьба, пожалуйста, представляться и называть свое издание. Добрый день. Павел Пиловаров, МЭШ, Европейско-Азиатские новости. Вопрос к вам такой. Давид Коряев сегодня имел несколько вроде как моментов. Но при этом было видно, что он сегодня не в форме. И на момент не реализовал. Почему не поменяли его на Лебеденко, например? Ну, смотря в какой момент. И после забитого, не забитого пенальти? Ну да. Потому что он чисто психологически как-то подсел. Ну, тяжело сейчас сказать. Но в динамике хочется верить, когда подворец не забивает пенальти. Он, наоборот, как бы хочет исправить эту ошибку. Но, к сожалению, Давид это не продемонстрировал. Да, ну еще второй такой момент. Было видно по тактике, что ваша команда делала диагональные такие передачи, стараясь отрезать футболистов Урала, потому что очень мало там скоростных футболистов в составе Урала. Правильно ли я понимаю вашу практику? Тяжело сказать, но у нас была тактическая схема. Помимо того, что попробовать взять мяч под контроль, где-то получалось, где-то нет. Но вот в этих фазах, фазах переходных, когда мы из обороны выходим в атаку и наоборот, Урал был лучше. Субтитры создавал DimaTorzok